Привет всем любителям кино и искусства. Сегодня я буду рисовать Джокера, того самого, которого сыграл Хоакин Феникс. Вообще, сам актер, он не похож даже был на себя во время съемок. Весь фильм не скажешь, что это Хоакин Феникс, скажешь, какой это безумный человек со своей историей. Настолько он вжился в свою роль, настолько это было органично и круто, что нельзя передать словами, поэтому обязательно посмотрите этот фильм. Ну а сейчас я вам расскажу интервью, которое взяли у актера и у режиссера Тодда Филлипса. Есть ли связь между вашим Джокером и тем, что мы уже видели в графических романах, фильмах, анимации Хоакин Феникс? Отвечу коротко, нет. Я не читал убийственную шутку, остальное тоже прошло мимо меня. Да и с точки зрения актерского мастерства, мне куда интереснее показывать людям что-то новое, чем базироваться на устоявшихся образах. Первое, от чего я отталкивался, когда начинал думать о моем персонаже, блокнот с неудачными шутками. И я провел с ним несколько дней, пытался понять, какой человек скрывается за этими записями. Это стало скелетом. Тогда почему фильм называется Джокером, а не условный городской сумасшедший? Отвечает Тодд Филлипс, режиссер фильма. Я хотел сделать жанровое кино в формате кинокомикса. Сейчас это самый актуальный жанр, поэтому с ним интересно экспериментировать. Почему я выбрал Джокера? У этого персонажа нет устоявшегося канона, предыстории. Это развязало мне и сценаристам руки, поэтому с основной задачей сделать сумасшедшее кино о нарастающем безумии мы вроде как справились. А как вы пришли с этой идеей к DC? Тодд Филлипс. Не могу раскрывать детали, но Джокер оказался очень сложным фильмом. Мне было очень важно рассказать собственную историю, которой не было ни в комиксах, ни в кино. И мне дали невероятную творческую свободу. Помните, да, возвращаемся к интервью Джеймса Ганна, ему тоже дали огромную свободу. Мне кажется, это очень важно для фильмов, для творческой свободы режиссеров, чтобы они делали то, что они хотят, передавали то видение, которое они хотят показать в кино. Хоакин, а вы действительно запирались в трейлере и репетировали? Феникс. Ну, мы много обсуждали с Тоддом, моего персонажа, поэтому я не был одинок. Больше всего репетиций понадобилось для выработки смеха. Мне очень понравилась идея Тодда сделать смех частью болезни Артура, который вынужден носить с собой эту табличку с извинениями. Поэтому сам смех я решил сделать нездоровым. И на это ушло куча времени. Тодд помогал мне как мог, говорил, какая нужна интонация, показывал видео про людей с синдромом Туретта. И еще больше всего мне помогло похудение. Когда несколько месяцев ты живешь на 300 калорий в день, начинаешь сходить с ума. Я серьезно, резкий сброс веса влияет на психику. И самое, наверное, интересное и главное в этом фильме, то, что режиссер Тодд Филлипс писал сценарий именно под Хоакина Феникса. Это дает некоторые рычаги. В первую очередь потому, что режиссер знает, как может актер подать себя, если, конечно, он знаком с предыдущими его ролями. Мне показалось, что своей картиной, особенно ее финалом, вы ставите диагноз обществу. Все действительно так ужасно? Тодд Филлипс. Люди сходят с ума уже много лет. Для кого-то это секрет, но я не согласен с тем, что ставлю диагноз. Я лишь показываю реальность. И так вышло, что быть нормальным сегодня – признак безумия. В этом и состоит ключевое отличие моего Джокера. Он не хочет видеть мир в огне. Просто поиск себя завел его на путь хаоса, а окружающие его в этом поддержали. Из этого интервью явно видно, что подход был серьезным. И люди не хотели видеть еще одну копию того же Хита Леджера. Они хотели создать что-то свое, про что и говорит Хоакин. Мне кажется, у них получилось. Это классный фильм с классной атмосферой. Надеюсь, я смог передать эту атмосферу в своем рисунке. Всем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Жду вас в следующих видео. Всем до скорого.